Бюро, в которых бесплатно оказывает правовую помощь населению, на Луганщине с каждым днем становится больше. Одна из таких структур днями появилась и в Сватово. Рассчитывать на ее услуги могут льготники, инвалиды, участники боевых действий и малообеспеченные семьи. С подробностями Сватово наши корреспонденты. Сватовское бюро бесплатной правовой помощи работает только несколько часов, а уже есть первые клиенты. Мало от знакомых, консультацию довольна, ребята все объяснили, что, допустим, законы сейчас не все знают, интернета у меня нет, надеюсь, что они мне помогут в моем вопросе. Специалистов в бесплатном бюро здесь только двое. Говорят, пока особого наплыва клиентов нет. На данный час вернулись три особи. Питания недоступные, разноморитные, административные, земельные и социально забезпеченные. Людина вернулась за разъяснением норм социального законодательства. Бюро оказывает ряд услуг. Одна из главных – просветительская. Здесь люди могут получить доступ к законодательным базам Минюста. А еще специалисты консультируют и принимают заявки на оказание вторичной правовой помощи. Это представление интересов клиента в судах и органах власти. Есть контроль качества, за которым происходит мониторинг деятельности адвоката. Поэтому это не, как в советских фильмах, было безкоштовно. Пришел в отсиди. Адвокат несе ответственность за те действия, которые он дает, за те услуги. Поэтому я обожаю, что безкоштовно, как мы уже казали, это для клиента. Для адвоката эта работа оплачивана держава. Бесплатную вторичную правовую помощь могут получить малообеспеченные, инвалиды, дети-сироты, беженцы, участники боевых действий и другие льготники. В планах Минюста расширить категории льготников и внести в список бесплатников внутренне перемещенных лиц. Это станет возможным, когда депутаты Верховной Рады впишут поправки в профильный закон.